Поженился в 17 лет с одноклассницей по причине ее беременности. Несознательно. Родилась дочь. Спустя 7 лет родилась вторая дочь. Ну здорово. Жена все время была занята детьми и на меня не обращал практически никакого внимания. На третьего ребенка не обращал внимания. И у меня появилась другая женщина. Ну вот и раз. Тоже очень быстро забеременел. Видите какой производительный. Некоторые не могут забеременеть. По 5 лет. А он рос, рос, рос всех. И все забеременел. Так. При этом имел связь с супругой. Надо же. Год жил практически на два дома. И в итоге вернулся к жене. Начиная с января я узнал про веды через вашу лекцию. Сейчас мы вместе с женой пытаемся работать над собой. Стараемся жить, руководствуясь полученными знаниями. Как быть с третьим ребенком, сыном от любовницы. Пытаться забрать его в свою семью, но ничего себе. Оставить у матери. А как вообще? Что значит оставить у матери? Ребенок принадлежит матери. Как можно об этом даже рассуждать? Но брать его на каждое воскресенье. Оставить его и мать в покое. О! Оставить его и в мать в покое. Правильно. Но общаться. Нужно ли препятствовать общению ребенка с любовником его матери? Общению ребенка с любовником. Вот так вот людей срывают с умственной платформы. Общению ребенка с любовником его матери. Который живет в другом городе и мать настойчиво пытается навязать ребенку этого человека. А, то есть он любовник. То есть, а, понятно. То есть ты не любовник, а он любовник. Ну, молодец. Надо дальше изучать веды. То есть, во-первых, надо дать женщине возможность жить нормально. То есть она ничем же не виновата. То есть ты сам ее замучил. Родил ей еще одного ребенка. Вернее, ребенка. В общем, надо дать ей возможность спокойно жить. Дать ей свободу, возможность спокойно жить. Ведь каждая женщина должна иметь мужа. Не надо ее мучить. Слово «мой ребенок» здесь не совсем уместно. Потому что «мой ребенок» означает, что я ему даю полную заботу. Даю ему полное сердце. Отдаю ему всю свою. Если это невозможно, тогда слово «мой ребенок» здесь не полноценно, не уместно. Потому что мы можем нарожать эти 50 детей с разных женщин. И они все должны жить полноценной жизнью. Это означает, что у них появятся мужья. А это значит также, что ребенок будет называть их папа. И это нормально. Веды говорят, что отцом ребенка является тот человек, который дал ему заботу. Который дал ему образование, заботу. Вложил его в него в свои силы. А тот, кто зачал, он на втором месте после этого. Ну, то есть зачатие не является основным критерием того, что ты отец. Больше того, в ведической культуре даже отдавали детей, допустим, многодетные семьи, отдавали ребенка родственникам, у которых не было детей. И этот ребенок считался уже ребенком этой семьи, куда он был отдан. Не ребенком, где он был зачат, а туда, где он был отдан. Поэтому не надо думать, что это мой ребенок. Мой ребенок означает, что я даю ему полную заботу и любовь и ответственность. А также означает, что я даю его матери полную заботу и ответственность. Если у матери есть человек какой-то, то не надо мешать ей общаться с ним, потому что есть шанс, что ребенок получит отца себе. Ну вот такой ответ. А вообще почему так? Потому что прежде чем прыгать в постель, надо думать сначала головой. Потому что веды говорят, что есть поступки, которые несут за собой сильную карму. То есть есть поступки, которые легкую карму несут. Ну, допустим, в трамвае тебе наступили на ногу, сказал плохой человек этому человеку. Это легкая карма. Но если этот плохой человек рецидивист, то это будет уже карма тяжелее. А если этот плохой человек является президентом страны, так вдруг, нечаянно, и ты его обозвал, тогда уже совсем будет тяжело. Понимаете? То есть идея в чем заключается в том, что бывает карма легкая, средней тяжести тяжелая. И секс – это всегда тяжелая карма. Вот с кем бы секс человек не проводил, хоть с защитой, хоть без защиты, хоть как, потому что тонкий план-то обменивается, происходит связь на тонком плане, и человек не может с этой связью ничего сделать. Она уже установилась, таким образом карма начала действовать через этого человека. Допустим, ты сексом позанимался с девушкой, а у ней есть мама, а женщина очень сильно связана с родственниками. Родственники начинают интересоваться этим человеком сразу же, потому что это их дочь, они волнуются. И так далее. И понеслась. А вдруг у нее есть еще любимый, любимый человек. А ты с ней, она так нечаянно с тобой сексом позанималась, раньше, чем положено, раньше, чем познакомились. Так бывает сейчас у людей. Любимый пришел и что сделал? Точный массаж лица. Вот. Это уже результат тяжелой кармы. То есть непредсказуемая ситуация. Если ты с кем-то занимаешься сексом, не со своей женой, а с кем-то другим, то карма начинает действовать непредсказуемо. Никто не знает, какие будут последствия. Никто не может ничего гарантировать, начиная от спида и заканчивая мордобоем и всем прочим. Почему так? Потому что веды объясняют, что человек живет не для своего удовольствия, не для своего удовольствия, а для постижения истины. Если человек в сторону от постижения истины уходит, тогда он получает страдания, а если он сильно уходит в сторону от постижения истины, он получает сильные страдания. Таким образом, веды говорят, что секс является очень серьезным испытанием для человека, и поэтому его надо проводить только в условиях законных отношений. Ну то есть не просто познакомились и мы уже решили жениться, а надо сначала по факту, вот я сейчас говорю вещи, которые сложно принять, но так надо. По факту сначала расписаться, а потом уже секс. И такой секс будет правильным, он принесет счастье. Как вы думаете, кто об этом знает, мужчина или женщина? Мужчина говорит, женщина. Женщина что говорит? Женщина, правильно. То есть смотрите, интересно, что семья, энергия семьи, она принадлежит женскому началу, энергия семьи. Энергия деятельности принадлежит мужскому началу. И, допустим, хороший начальник знает, что не надо слишком много женщин брать на работу. Потому что если их будет слишком много, то дальше будет критическая масса, которая приведет к развалу фирмы. Ну то есть фирма не сможет быть управляемой, потому что женщина в какой-то момент на работе становится неудовлетворенной. Потому что это не ее природа. То есть она там не находится в полной защите, как бы там не та деятельность, которая ей приносит полное счастье. Она там всегда страдает. И таким образом фирме получается много страдания. Страдание больше, чем счастье. В результате она разваливается. Также женщина знает, что сексом надо заниматься только с тем человеком, который на тебе расписался. В каждой женщине есть сердце, это знание. У кого нет такого знания, женщина? Поднимите руку. У вас нет такого знания. Ну, а 18 лет было, когда вам было 18 лет? Не было такого знания. Ну, ничего, сейчас получите. Одно не было знания. Такое может быть, да, что как-то не получила она как-то. Или это скорее наоборот получается из-за того, что мы забываем. Потому что девушка молодая, 18 лет, знает, что сначала надо остановить отношения. Ну, смотрите, я сейчас логически, мы сейчас будем размышлять. Смотрите. Сексом можно с любым человеком заниматься? Или лучше сначала познакомиться? Познакомиться. А вот мужчине все равно. Вот чем менее знакомы, тем лучше. Более загадочно. Сексом для мужчин. Ну, все равно. Дальше поехали. А вот только ли познакомиться надо? Или чтобы он какие-то гарантии давал? А? А? Любовь. Ну, что значит любовь для мужчины? Что значит любовь? Может, у него любовь сразу с двумя будет? У него две, он с двумя будет любовь. Вы согласны будет на секс? Вот рядом другая будет? Нет. Это значит гарантии, так? А какие гарантии должны быть? Вы поймите, ведь он начинает фактически, по факту, секс означает зачатие. Ребенка. По факту. Мы, конечно, там насочиняли уже всяких резинок, но это сочинение наше, понимаете? По факту это означает зачатие. И для женщины, если вот убрать все современные технологии, вот, а просто оставить ситуацию, да? Для нее, по факту, означает, что у нее может появиться ребенок. Так? Означает. Без отца. С вашей логикой. Без отца. Ну, потому что мужчине неинтересно это. Если он сексом позанимался с чужой женщиной, он не хочет больше с ней иметь дело. Ему надо сначала перестрадать, добиваться женщины, потом она должна убедить его, что ее надо взять замуж, что она самая лучшая, а потом тогда он уже будет брать на себя ответственность за этого ребенка. Для мужчины ребенок – это трудности, тяжелая карма, для женщины – это награда. Но если женщина рожает ребенка без мужа, для нее это тоже трудности получается. Таким образом, у каждой женщины есть сердце знания, что сначала замуж, потом секс. Теперь, а что происходит? Почему вот у нас в жизни происходит не так? В чем причина? Причина заключается в том, что есть определенные устои в обществе. Вот, например, когда мне было 15 лет где-то, то устой в обществе были другие. Например, было очень предусудительно заниматься сексом с чужой женщиной. Это считалось аморально в обществе. Сейчас это никак не считается. Это означает деградация по факту. То есть мы думаем, что у нас прогресс происходит. На самом деле идет деградация в обществе. Потому что прогресс или деградация – это определяет количество счастья на душу населения, а не количество стиральных машин, валового продукта и все прочее. Количество счастья определяется устоями семьи. Чем устои семьи слабее, принципы семьи слабее, тем больше страдают дети, женщины, пожилые люди, что они остаются в одиночестве, когда нет устои в семье, некому их защищать, заботиться о них никому. И таким образом общество страдает. Мужчины тоже страдают, конечно же. Итак, общество деградирует. Результат деградации заключается в том, что женщины теряют защиту, социальную защиту от общества. Они искренне считают, что они не смогут выйти замуж, если не будут вести себя так в обществе, как принято. Допустим, мужчина познакомился, если я буду долго как бы отказывать ему, то это значит, что он меня не возьмет замуж, по факту. Так думают женщины. Поэтому они ложатся преждевременно с ним в постель, хотя в сердце знают, что так не надо делать. Результат печальный. Потому что сердце знает все. На самом деле, раньше времени ложиться в постель означает много-много плохих вещей. В том числе и невозможность нормально выйти замуж. Потому что мужчина должен созреть. Он должен сначала стать сильным, он должен ждать, стать сильным в этом ожидании, а потом уже ответственность на себя брать. Это долгая тема. Мы много раз на эту тему обсуждали, говорили. Редактор субтитров А.Семкин